Добрый вечер! Вы смотрите итоговый выпуск Вести Молдова в студии Олеся Кайряк. Для начала коротко об основных событиях среды. Добрый вечер! 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 ДПМ было и будет впредь согласно со всеми условиями, необходимыми для демократического развития государства. С мерами, которые мы предлагали и которые представляли общественности в качестве приоритетных в рамках политических переговоров с другими проевропейскими партиями. И которые должны были сподвигнуть, особенно ЛДПМ, принять участие в переговорах. Говорится в заявлении демократов. Однако, по мнению Стрельца, только при принятии условий ЛДПМ возможен выход из кризиса. Напомним, правительство Стрельца было отправлено в отставку 29 октября, однако до сих пор так и не был назван новый кандидат на должность премьера и не было образовано парламентского большинства. Между тем, Владимир Филат остается под предварительным арестом. Такое решение вынесла сегодня апелляционная палата Кишнева в ответ на запрос стороны защиты об отмене решения Буйканского суда относительно продления ареста экс-премьера еще на 30 суток. Игорь Попа, адвокат Филата, настаивает на безосновательности содержания своего подзащитного в пенитенциаре и уверен, что Молдова проиграет это дело в европейском суде. Апелляционная палата Кишнева сегодня оставила в силе решение Буйканского суда от 11 ноября управление срока предварительного ареста Влада Филата еще на 30 суток. Адвокат экс-премьера Игорь Попа заявил журналистам, что такого рода мера пресечения недопустимо. Против его подзащитного нет никаких убедительных улик, поэтому сменить его содержание в пенитенциарном учреждении на домашний арест будет правомерно. Нет доказательств, которые подтверждали бы четыре риска, предусмотренных уголовно-процессуальным кодексом, в числе которых влияние на ход расследования или возможность покинуть страну. Эти псевдоулики не содержат ни малейшего указания на то, что Филат совершил инкриминируемое ему преступление, и что он должен содержаться под предварительным арестом. Домашний арест предполагает те же гарантии, и в нашем понимании предварительный арест – очень большая ошибка. Игорь Попа добавил, что в пенитенциарном учреждении номер 13 Влад Филат содержится в нечеловеческих условиях, и что Молдова обязательно проиграет это дело в европейском суде. Мы потребуем в европейском суде восстановить Владимира Филата в его правах и возмещении ущерба. Молдова проиграет в СПЧ. Несмотря на то, что сегодня Владимир Филат присутствовал в зале апелляционного суда, прокурор Адриана Бицешор запретила ему общаться с прессой. Она заявила, что Филат может получить таким образом определенные наводящие послания, что повредит расследованию. Напомним, Влад Филат обвиняется в коррупции и превышении должностных полномочий. И еще о политиках, находящихся под стражей. Между задержанными на прошлой неделе в Кишиневском аэропорту двумя боевиками самопровозглашенной ДНР, якобы участвовавших в сентябрьских беспорядках у здания Генпрокуратуры, и лидерам партии «Наш дом Молдова» Григорием Петренко нет никакой связи. С такой репликой на появившуюся в СМИ информацию выступила сегодня адвокат Анна Урсаки. Она уверена, что это попытка манипулировать общественным мнением определенных влиятельных лиц, которые хотят тем самым надавить наследствие и остаться во власти. Все сегодняшнее видеосообщение подчиняется моему желанию записать реплику на явно провокационные видеоматериалы, которые появились в некоторых СМИ относительно задержания двух людей, которые якобы участвуют в битвах в Донбассе, и причастности этих людей к Григорию Петренко или к мирным протестам, которые произошли 6 сентября. Никакой связи нет, не существует ни единого документа, доказательства, ничего рационального в пользу этой идеи не существует. Адвокат Петренко уверена, что таким образом небезызвестные влиятельные лица пытаются надавить на суд и оправдать свои преступные действия перед европейским содружеством. Слова «сепаратизм», «терроризм», «Донбасс» и все прочее являются ничем более как вымыслом больного просто мозга и свидетельством абсолютного страха тех людей, которые понимают, что ответ за их действия будет неминуем. И пока они боятся, значит, то дело, которое делаем мы, является делом правом. Очередное судебное заседание по делу Петренко состоится 24 ноября. Напомним, его арестовали за организацию 6 сентября мирной акции протеста у здания Генпрокуратуры. В ней, по словам прокуроров и информации, распространенной рядом СМИ, участвовали оба наемника, задержанных 13 ноября в Кишиневском аэропорту. Во время досмотра багажа у одного из них правоохранители обнаружили обмундирование и военный билет, выданный властями так называемой ДНР. Оба задержанных – граждане Молдовы. К другим темам. Во многих районах страны и даже в столице задерживаются выплаты пенсии, заработных плат и пособий, а гражданам отказывают в оказании медицинских услуг по полюсу страхования. С таким заявлением выступили сегодня социалисты по окончании закрытых парламентских слушаний, прошедших в рамках парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье. По словам представителей ПСРМ, в целом ситуация с выплатами пособий и пенсий складывается не в пользу населения страны. Сегодня есть такие реалии, в которых государство не способно обеспечивать структуры социобеспечения деньгами, для того, чтобы они выплачивали это людям. Денег, опять же, просто нет, соответственно, услуг нет. По мнению Владимира Односталка, на сегодняшний день долги государства перед кассой социального и медицинского страхования более миллиарда леев. И что касается медицины, речь идет не только о госпитализации больных, но и о предоставлении необходимых медикаментов и оборудования. На сегодняшний день в больницах нет медикаментов. На сегодняшний день пациенты покупают, как было несколько месяцев назад, когда мы были с коронтролем, вот в частности в РКБ, так сегодня, но и есть вплоть до градусника. Абсолютно все, сегодня нет абсолютно ничего в больницах, что предусмотрено по полису. Поступают случаи, и это уже не десятки, это уже сотни случаев, когда по полису госпитализация невозможна. К зиме готовы, но не очень. Заместитель министра транспорта заявил сегодня на заседании правительства, что готовность дорог к зиме и соответствующего оборудования для их обслуживания в зимний период составляет около 85%. Помимо этого, существует множество проблем в том, что касается финансирования и закупки реагента. И это при том, что снег, по прогнозам метеорологов, нас ожидает уже совсем скоро. Сегодня в правительстве рассматривали 16 вопросов, в том числе и готовность различных отраслей к зимнему периоду. Для выполнения работ по очистке снега и обработке улиц противогололедным реагентом будут использованы 483 машины и другой дорожной техники. Их уровень готовности составляет примерно 85%. Для борьбы с гололедом необходимо около 80 тысяч тонн реагента, в то время как запасы на данный момент составляют 23 тысячи. Также приобретено 7 тысяч тонн технической соли, но они еще не оплачены. Кроме того, из недостатков на данный момент замминистра отметил тот факт, что многие экономические агенты отказываются заключать контракты с предприятием «Друмур» из-за долгов. На данный момент долг достигает суммы в 318 миллионов леев, а в контексте отказов надо отметить, что абсолютно необходимо финансирование работ по содержанию дорог в зимний период, которое, согласно программе по распределению средств дорожного фонда на 2015 год, запланировано в размере 60 миллионов леев. Исполняющий обязанности премьер-министр Георгий Брега заверил, что у Министерства транспорта будут выделены на эти цели дополнительные средства. Между тем, синоптики прогнозируют похолодание уже на следующей неделе. О других новостях сегодняшнего дня узнаем из следующего обзора событий в рубрике «Короткой строкой». Россия включила Молдову в список стран, опасных для авиаперелетов. Всего в нем 47 государств, среди которых не только аэропорты стран Ближнего Востока и Африки, но и ряда европейских государств, а также США. Представителям российских авиакомпаний рекомендовано повысить меры безопасности на всех регулярных, транзитных и чартерных рейсах, осуществлять перелеты с запасами сухого питания и питьевой воды, принимаемыми на борт в аэропортах РФ, а также по возможности организовывать техническое обслуживание воздушных судов силами собственных технических составов или экипажей в аэропортах, включенных в список. Накануне власти России объявили, что официальной причиной крушения российского самолета над Синайским полуостровом стал террористический акт. Лайнер компании «Кагал и Мавиа», следовавший рейсом «Шарм-эль-Шейх» Санкт-Петербург, потерпел крушение 31 октября. На его борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Все они погибли. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь о событиях в северной столице. В Бельцах 17 ноября состоялся грандиозный концерт в честь Международного дня студента, организованной мэрией города при поддержке фонда Рената Усатова. Молодежь Бельц и ближайших населенных пунктов поздравляли известные артисты из Молдовы, Румынии и России. В разгар музыкального праздника сам бельский глава вышел в эфир по скайпу из Москвы, чтобы лично поздравить учащуюся молодежь и всех бельчан. Заполненная до отказа площадь встретила появление Усатова на экране шквалом аплодисментов и восторженными криками. Я желаю вам прекрасного вечера. Я вас очень люблю и всегда рядом с вами, даже когда, к сожалению, вынуждены отсутствовать. Я уверен, мы доведем до победного конца все, что начали в Бельцах, что начали по всей стране. Нужно сделать все, чтобы построить новую Молдову, чтобы мы гордились тем, что мы молдаване, гордились тем, что мы живем в нашей прекрасной стране. Также перед многотысячной праздничной аудиторией Рената Усатый поприветствовал чемпиона мира по самбо Сергея Ашлабану, уроженца Бельц. Воспитанник Бельской спортшколы имени Петухова, мастер спорта международного класса Ашлабану, завоевал золотую медаль на чемпионате мира по самбо в Марокко, в котором участвовали представители 82 стран. За то, что на важном спортивном первенстве планеты прозвучал гимн Молдовы, от фонда Рената Усатого прямо на сцене ему вручили премию в сумму 100 тысяч леев. Ну а более 50 тысяч молодых людей, собравшихся на площади, приветствовали отечественные и зарубежные звезды. На Бельской сцене зажигали самые громкие имена шоу-бизнеса. Sunstroke Project, Егор Крид, Антония и DJ Smash. Sunstroke Project, Егор Крид, Антония и DJ Smash. Подробную информацию о происходящем в нашей стране и мире вы можете узнавать круглосуточно, зайдя на наш сайт rtr.md. Далее вас ждет прогноз погоды. Я же Олеся Коряк. На этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok